Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях заместитель главного врача Одинцовской центральной районной больницы по детству Нина Павловна Чуприкова и заведующий инфекционным отделением Одинцовской ЦРБ Светлана Ильинична Киян. Здравствуйте, Светлана Ильинична. Здравствуйте, Нина Павловна. Рад вас видеть снова в нашей студии. Началась кампания по вакцинации населения и взрослого, и детского против гриппа, но также проходит параллельно кампания по вакцинации против заболевания кори. С чем это связано и как на сегодняшний момент обстоит эпидемообстановка в нашем Одинцовском районе? В этом году действительно возникла вспышка инфекции кори, которая была в одном из районов Московской области. И к нам эту инфекцию в наш район привезли цыгане. Возникла внутрибольничная инфекция в Люберецкой больнице. На данный момент число заболевших всех, включая взрослых и детей, составило 16 человек. Все эти дети и все эти взрослые, они прошли через наше инфекционное отделение, где они лежали в состоянии средней тяжести. В связи с этим в Одинцовском районе объявлена туровая вакцинация. И мы проводим вакцинацию против кори всех тех, в частности детей, которые не привиты по тем или иным показаниям. И мы прививаем также по эпид показаниям взрослое население. Всех тех, которым не исполнилось еще 55 лет. То есть все-таки заболели те, кто был привит от кори или нет? Да, вот я на это хотела бы акцентировать внимание. Ни одного ребенка, в частности, я вот говорю про детей, да, ни одного ребенка, который бы был привит, у нас не заболело. И дети, которые находятся в контакте, находились в контакте с заболевшими, привитые дети не болеют. Так же, как не болеют взрослые, которые помнят о том, что они были привитые, да. Очень многие у нас и взрослых не помнят, болели они той или иной инфекцией, была ли у них та или иная вакцинация, да. Но в частности детей ни один привитый ребенок не заболел. Поэтому мы с вами сейчас должны сделать все возможное и невозможное, чтобы приостановить развитие в дальнейшем данного заболевания. И детки у нас перестали болеть данной инфекцией, потому что это стыдно в 2017 году заболевать кори. Что такое кори, Светлана Еленична, и какими она грозит осложнениями для организма? Кори – это острое инфекционное заболевание, вирусное заболевание, которое имеет четыре этапа развития. Первый этап – это инкубационный период, который бывает укороченным от 7 до 9 дней и удлиненным от 21 до 28 дней. Последние два дня инкубационного периода больной уже является заразным, но он сам об этом не знает, потому что нет в клинике совершенно. Но он уже является заразным для окружающих. Следующий этап – это продромальный период, когда появляется проявление остро-вирусной инфекции. Это высокая температура, лихорадка до 39-40 градусов, это боли в горле. Отличительный симптом кори – это светобоязнь. Больные дети или взрослые, они жалуются на то, что режут очень сильно яркий цвет глаза. Поэтому предпочтительно, чтобы в этой комнате был потушен свет. Тогда будет безболезненно. Вот затем в этом продромальном периоде присоединяется уже кашель, насморк, гнойный конъюнктивит. И что интересно, значит, на 4-5 день появляются, до появления сыпи появляются, так как на слизистых щек, беловатый налет в виде манной крупы. Вот это и есть пятна коплика, которые мы чаще всего наблюдаем до появления сыпи. Третий этап – это уже развитие самой сыпи. Сыпь, она начинается сверху вниз. Она имеет пятнисто-популезный характер сыпи. Значит, она распространяется с волосистой части головы на лоб, за ушами. Отличительная особенность сыпи – чаще всего кори путаются с аллергической сыпью. Так вот, отличительная особенность кори от аллергической сыпи – это множественная сыпь за ушами. Затем сыпь распространяется на грудь, туловище и конечности. И третий, там, четвертый этап – это выздоровление. То есть сыпь приобретает обратное развитие. Она становится блеклой, и появляются такие синюшно-коричневого цвета пятна. Это вот четыре этапа развития кори. Но есть еще пятый этап. Это пятый этап – это осложнение. Вот чего нужно опасаться при самом заболевании. Осложнения чаще всего бывают у детей грудного, то есть младшего возраста, и у взрослых пожилого возраста. Осложнения – это пневмонии, могут быть минингиты, энцефалиты. У нас в отделении лежала молодая женщина, которая имела осложнение. То есть у нее был ослабленный иммунитет, у нее были операции на сердце. И осложнение, вызвано корею, была тяжеленная пневмония, двухсторонняя, субтотальная пневмония. Ну, слава богу, мы ее вылечили, женщина выписалась. Все-таки, Светлана Ильинична, Нина Павловна, не поздно ли сейчас прививаться, вот вроде бы, с одной стороны, разгар эпидемий и прививаться против кори? Ну, мне бы хотелось сказать, что в детском возрасте мы должны с вами закончить вакцинацию ребенка от кори. И по национальному календарю первая прививка, которую мы делаем от кори, это в год. Вторая – ревакцинация от этого заболевания, это в 6-7 лет. И тогда считается законченной именно вакцинация против кори. Сейчас, когда наступила вот такая ситуация, когда эпид-обстановка у нас очень тяжелая в Одинцовском районе, мы говорим, что прививать нужно всех тех, которые не знают о том, болели они инфекцией или нет, привиты они или нет, но даже если они не повторяли эту вакцину в течение 10 лет, вакцинации они подлежат обязательно. Прививать можем всех. Противопоказанием для данной вакцинации является только высокая температура, болезнь, в частности вирусная какая-то инфекция, либо обострение какого-то другого заболевания. И если сейчас вот такая ситуация возникла, мы можем с вами привить человека от кори, и через 10-14 дней мы имеем право привить этого ребенка или же взрослого от гриппа. То есть сейчас вакцинация объявлена, вакцинация проводится во всех поликлиниках, амбулаториях всего Одинцовского района, всего 10-го территориального округа. И вот для детей это поликлиники, амбулатории, да, то есть они работают во время работы процедурных кабинетов. Во взрослой поликлинике, в частности в Одинцово, в первой поликлинике до 3-х часов идет вакцинация против гриппа и против кори. Их осматривает инфекционист, и после этого делается данная вакцинация, да. А после 3-х часов в процедурном кабинете, но перед этим нужно будет обратиться к дежурному терапевту, который осмотрит того или иного пациента, да, и даст разрешение на эту вакцинацию. Также взрослое население прививают на центральной площади нашего Одинцова. С 2 до 6 стоит передвижной ФАП, где мы прививаем взрослое население. Там есть фельдшер, который осматривает пациентов, и вакцинация эта проводится. У детей только в поликлиниках и только в амбулаториях. То есть обязательно, чтобы посмотрел доктор, потому что это живая вакцина, мы говорим с вами про кори, да. И здесь могут быть, нужно аккуратно подходить к вакцинации. То есть доктор должен посмотреть ребенка обязательно. Нина Павловна, требуется ли предварительная запись на вакцинацию? Или, независимо от того, делается вакцина ребенку или взрослому, то есть приходит пациент и получает необходимую вакцинацию, если она проводится? Ну, то есть в те часы, которые проводятся. Сейчас вот в 10 округе, да, мы вакцинируем всех, прикреплен тот или иной человек к той или иной поликлинике, не прикреплен. То есть если к нам обратился житель нашего Одинцовского района, да, либо же, ну, гость нашего района, мы прививаем всех по эпид-показаниям, прививаем всех, кто изъявил желание привиться. А по эпид-показаниям у контактных, которые вот сейчас ребенок это или взрослый человек, который заболел у нас, мы ходим по подъездам, да, мы в почтовых ящиках оставляем извещение о том, что если есть заболевший корю в этом подъезде, да, и просим прийти в поликлинику, где прописываем адрес этой поликлиники, куда нужно обратиться, в детскую ли поликлинику, либо же это во взрослую поликлинику в первую, либо во вторую, да, либо же в амбулатории. То есть мы стараемся, то есть максимально оповестить жителей нашего района о том, что прививаться нужно обязательно. Но все-таки среди тех, кто заболел корью, были дети, дети учатся в школах, вот как проходила прививка против кори там, и были ли привиты, вот в первую очередь, те учреждения, в которых были выявлены такие заболевшие? В частности, те детки, которые прикреплены к нашей, к Одинцовской ЦРБ, эти дети, они были привиты, заболевших не было, да, которые детки были привиты. А вот в одной семье один ребенок был привит, да, а второй ребенок был не привит, поэтому у нас были объявлены карантинные мероприятия. Такие же карантинные мероприятия были объявлены, и мы собирали информацию по тем учреждениям, куда дети посещали спортивные секции, да, вот во взрослых это был педагог, это были работники нашего торговой сети, это были работники банка, да, то есть нам, представляете, это какая работа проводилась по всем контактным людям, которые могли соприкасаться с тем или иным человеком, да, то есть это собирается информация по всем контактирующим, это узнается, есть или нет у него прививка. Мы хотим сказать, что если это не привитой ребенок, я вот, в частности, я буду более, как бы, компетентна в плане детей, да, если этот ребенок не привитой, то мы обязательно делаем вакцину против кори. Если это ребенок до года, мы обязательно, если он был в непосредственном контакте с больным кори, мы делаем иммуноглобулин, и родители наши это знают, и родители приходят в поликлинику, и мы делаем эту, и иммуноглобулин, и вакцину эту делаем. А всем тем людям, которые были в непосредственном контакте, да, мы обязательно проверяем их иммунный статус. Если там все, ребенок этот привит, то мы за ним просто устанавливаем наблюдение, а если этот ребенок не привит, мы, ну, по всей, насколько мы можем, да, мы можем советовать, рекомендовать родителям привить этого ребенка. Но все-таки вот о той халатности родителей, которую мы говорили неоднократно в наших программах, когда они принимают решение и просто отказываются полностью от прививок для своего ребенка, практически с его рождения, не по показателям, да, а вот просто по своему личному желанию вот они и находятся в той группе риска, самой первой, кто может заболеть и получить вот все те осложнения, о которых сказала Светлана Линична. Вы знаете, вот буквально вчера к нам приходила мамочка, которая подписывала карту для ребенка в детский сад. Она беременна, у нее ребенок абсолютно не привит, и мы с заведующей детской поликлиникой вот долго рассказывали ей о возможных последствиях для нее, для старшего ребенка, для малыша, который вот сейчас родится. Вы знаете, такое впечатление, что мы разговаривали просто со стеной. То есть она абсолютно была безучастна к всему тому, чтобы мы ей говорили. Но это, понимаете, вот это может она сейчас, не видя, когда болеет ребенок, а когда заболевает ребенок, когда он тяжело болеет, когда у него могут быть осложнения, ну, это, знаете, я лично считаю, что это, ну, халатность. То есть действительно, да, Слава Ильинична, для таких пациентов требуется серьезное лечение в условиях стационара. Да. Дело в том, что вот из тех детей, которые на настоящее время у нас находятся, они были не привиты, возраст детей разный, от 4 до 6 до 9 лет. Я задавала вопрос матерям, которые с ними находились на лечении. Скажите, почему они вакцинировали своих детей? Ну, не знаю, как-то так получилось. Я задаю вопрос, а теперь в дальнейшем вы будете вакцинироваться по всем другим заболеваниям? Да, конечно. То есть вот этот страх, то, что они увидели на самом деле, что ребенок как переболел, перенес эту корь, что это трудный такой кашель, оттягучая мокрота, отходящая эта мокрота, это гнойная отделяемость глаз. То есть ребенок задыхается. То есть видя это все, видя всю эту картину, естественно, у матерей возникает страх, что да, действительно нужно их прививать. И у меня был еще случай, во время моего дежурства поступала женщина с 3-летним ребенком. Я не знаю, может быть, она меня и будет слышать. На мой вопрос, привит ли ребенок, она сказала, что мы не прививаемся вообще. Ребенку 3 года. У меня свое предубеждение в отношении прививок. Мы даже не делали БЦЖ в роддоме. Ну, я ей говорю, что я у нее спросила, вы вообще любите своего ребенка? Ведь ребенок ваш растет не в колбе. Ему ведь придется выходить в социум. Он будет гулять на площадках, он пойдет в школу, он пойдет в институт. Ведь все заболевания, которые сейчас являются привозными, а то, что они привозные, это действительно так. Мы уже убеждаемся в том, что корина действительно привозная. Но я думаю, что, когда я все это маме рассказывала, она, конечно, сидела и задумывалась. Хотя сначала она мне сказала, мы не будем с вами дискутировать о прививках. У меня свое предубеждение. То есть родители просто берут на себя колоссальную ответственность, принимая решения за судьбу детей. Да, за детей. И за их здоровье. То есть свое предубеждение, почему, непонятно. Кстати, у нас в нашем типичном Одинцово очень часто идет полемика, идут размышления и высказывания наших мамочек, родителей, которые есть против прививок, которые за прививки. В общем-то, интересная тема. Но много таких высказываний. Я имею в виду тех, кто отказывается прививаться. Отказывается прививаться своих детей. Мне, конечно, очень интересно было читать, что люди действительно чего-то недопонимают. Потому что нужно любить своих детей. А тем самым, вернее, мы не прививая своих детей, мы их, я считаю, вот мое слово, что мы их убиваем. Просто убиваем. Дети переносят очень тяжело. Коклюш. Очень тяжело переносят корь. Особенно дети младшего возраста. Потом у нас несколько случаев было по Московской области. Один или два случая полимелита. То есть, слава Богу, что сейчас нет дифтерии. Но мы, несмотря на то, что сейчас у нас, в общем-то, и нет у нас уже очень долгое время этого заболевания, нет дифтерии. Но мы не даем гарантии, что оно не появится, это заболевание. Светлана Ленична, но все-таки врачи за вакцинацию? Конечно, врачи за вакцинацию. Потому что именно врачи сталкиваются с теми осложнениями, которые бывают при различных вирусных инфекциях. И как врачи мы действительно очень сильно переживаем за этих больных, за детей, за взрослых. Мы лечим их и видим, как это все происходит. Поэтому, конечно, вакцинироваться надо. Мы не имеем права, как родители, принимать решения за своих детей, за их дальнейшую жизнь. Им же жить в социуме, жить дальше. У них будут свои дети. В общем, так. Совсем недавно мы побывали на вакцинации против гриппа в передвижном ФАПе. И удивил тот факт, когда приходили разные люди разного возраста, и одна женщина на вопрос, мой, впервые ли вы прививаетесь, она сказала, да, я делаю это впервые, но мой муж и мои дети делают это ежегодно. И каждый год я одна в семье болею, а они все не болеют. И в этом году я решила привиться. Я не задавала ей, конечно, вопрос, почему же раньше вы этого не делали. Но тот факт, что человек, в общем-то, на своем опыте, глядя на свою семью, как они не болеют в эпидемию, да, в разгар ОРВИ и гриппа, она постоянно ежегодно болеет. Но она привелась. Слава Богу. Нина Павловна, до какого времени, Светлана Ильинична, нужно успеть привиться против гриппа, чтобы выстоять этой зимой? Вы знаете, Маша, я считаю, что может быть какой-то 0,01% того, что у нас количество людей начало прививаться в Одинцовском районе больше, сказалось то, что мы с вами целый год рассказываем про эту вакцинацию. И в этом году, вот я хочу сказать, что настолько активно идет вакцинация против гриппа, что мы даже такого не ожидали. Очень много. Это согласие дают родители прививаться в детских коллективах, в организованных. Приходят те детки, которые неорганизованные, мы их прививаем. Значит, сейчас есть во всем, в 10 округе, во всей Московской области, это есть Савигрипп. Это вакцина, которая инактивированная и которая вводится детям, начиная с 6-месячного возраста, ну и всем тем желающим, там, касаемо даже взрослых, да, их всех прививают. Значит, детская вакцина, которую мы вводим, она не содержит консерванта, то есть она легко переносится, эта вакцина, она не дает никаких реакций. Может быть, местная реакция, то есть это боль в плече, да, куда вводится эта дельтовидная мышца, может быть, боль в плече, небольшое уплотнение, покраснение, но это считается, это нормальная реакция, да, местная реакция. А каких-либо других осложнений в виде, там, повышения температуры, да, какая-то миалгия, какие-то головные боли, это встречается очень редко. Переносят ее очень хорошо. Вакцина действительно хорошая. У нас ее достаточно. Мы можем привить всех желающих, всех, кто хочет привить детей, взрослых. Мы готовы прививать, опять же, независимо от того, к какому учреждению данный человек прикреплен, к нам ли, к РБ-2, к РБ-3, да, либо же он вообще житель Москвы. Если к нам обратятся в качестве вакцинации, мы всегда готовы это сделать. Все-таки, как специалиста, вы рекомендуете и установлен срок, до какого числа нужно вакцинироваться? Вы знаете, всех желающих, и мы привьем, ну, план у нас стоит до 1 ноября, но если к нам будут приходить и до декабря, мы всех будем прививать. Вакцины есть, вакцины достаточно. И вот во многих коммерческих центрах, ну, скорее всего, это какой-то коммерческий интерес, предлагают импортные вакцины. Я вот полностью уверена, что наша вакцина, сови грипп, если нет никакой аллергической реакции на куриный белок, да, эту вакцину надо прививать. Прививать обязательно. Спасибо огромное, что пришли сегодня в студию. Я думаю, что мы затронули серьезные темы и дали нашим телезрителям максимально информации об вопросах прививки кори и против гриппа. Спасибо. Будем надеяться, что наши жители будут активно прививаться и против кори, и против гриппа. И этот сезон пройдет без болезней. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова